Инесса Олеговна Гришина работает преподавателем архитектурно-художественного отделения в детской школе искусств уже 25 лет. В начале пути роль учителя воспринималась как эксперимент. Методом проб и ошибок педагог выработала для себя особый подход к детям. Все задания основаны на какой-то фантазии, на каких-то преобразованиях. И поэтому ребенок, который очень хорошо фантазирует, у него это все очень здорово получается. И трудные какие-то задания, они превращаются в игру. На базе детской школы искусств Инесса Олеговна впервые в городе начала реализацию предпрофессиональной программы архитектуры со сроком обучения 5-8 лет. За это время воспитанники получают все базовые знания и навыки, используют их в дальнейшем обучении и профессии. Работа преподавателя в школе искусств, она дает ребенку творчески реализовать себя, не только просто для общего развития, но и профориентирует его на будущее. То есть многие дети идут дальше в профессию, занимаются искусством, занимаются архитектурой. Еще один саровчанин, претендующий на звание нового созидателя – Вячеслав Викторович Лопашов. Педагог-организатор ЦВР работал в Рафиад Смнеев, потом стал первым секретарем городского комитета комсомола. Стоял у истоков развития молодежных объединений КВН и патриотических организаций города. Я считаю, что сейчас это очень удачно, что сейчас много везде таких уже общественных организаций, они вновь создаются. На смену вот той вертикали, которая у нас была, это октябрят пионерий комсомол, сейчас приходит движение первых. Сейчас Вячеслав Лопашов – руководитель музея военно-исторической миниатюры молодежного объединения клуба «Победители», отделения движения первых в Саровском политехникуме. По мнению Вячеслава Викторовича, работа по сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма имеет огромное значение в рамках поддержки страны в непростой политической ситуации. «Искажения нашей истории мы видим сейчас везде, повсюду. Современные события достаточно страшные. Кто-то задумал далеко идущие планы, и мы должны работать с детьми, с ребятами студенческого возраста, молодыми рабочими, да и просто со школьниками, чтобы перестраивать их мозг как-то на то, что Россия великая все-таки держава. И если вы живете в России, то вы живете в России. Ее поддерживать в любом случае надо». Посетителей музея оловянного солдатика Вячеслав Викторович погружает в разные отрезки мировой истории. С упоением рассказывает о героях, про которых ничего нет в учебниках. Под его руководством студенты, которые состоят в военно-историческом клубе «Победители», активно участвуют в городских акциях, занимаются волонтерством, ухаживают за воинскими захоронениями. «Многие воспитанники наших военно-исторических клубов, военно-исторических, патриотических, они сейчас находятся и в зоне своего, они находятся просто в рядах российской армии, то есть нас защищают. Я считаю, что это уже какой-то наш вклад в жизнь целой страны, хотя, казалось бы, маленький, наверное, солдатский». Проголосовать за Инессу Гришину или Вячеслава Лопашова можно до 27 октября на портале «Гражданин страны Росатом». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.